Первым вопросом в повестке дня 43-го заседания Совета депутатов округа стояло утверждение перечня движимого имущества, которое передавалось в собственность городского округа. Эта техника была предоставлена правительству Московской области для борьбы с последствиями сильных снегопадов. Предлагается нам взять газель, трактор и прочее для обеспечения жизнедеятельности муниципалитета. Данная техника уже находится в составе Дорсервиса, она работает, поэтому чисто технический вопрос, за который прошу проголосовать. Премия вызвал вопрос об установке шлагбаума на придомовой территории дома 52 по улице Советской в городе Видное. Этот дом находится в непосредственной близости от детской поликлиники, но депутаты приняли положительное решение при условии создания дополнительных парковочных мест рядом с учреждением. У нас есть два инициатора решения этой проблемы, что там где-то подрезать, карманы нарезать. Просьба привлеките их, пожалуйста, в комиссию, пусть выскажут свое мнение, выйдут на территорию, ну то есть пусть поработают, в конце концов мы только за, давайте мы, если надо, включимся и советом, если нужно будет принять какие-то решения. Также депутаты утвердили дату заслушивания отчета главы округа по работе администрации за 2021 год. Народные избранники приняли решение, что это произойдет 30 марта. Алексей Спаский пояснил, что в деталях отчет будет отличаться от того, с которым он выступил перед жителями 25 февраля. Вы видите, те события, которые происходят, они в любом случае повлияют на нашу общественную и на экономическую жизнь составляющую, поэтому тот месяц, практически месяц, который нам предстоит, я думаю, что он во многом определит ту формацию и те финансовые условия, в которых мы будем жить. Также в этот день состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», на которой обсудили меры поддержки для беженцев из ДНР и ЛНР. Мы развернули штабы волонтерской роты нашей «Единая Россия», молодой гвардии по сбору вещей первой необходимости, продуктов питания долгосрочного, для того, чтобы можно было как-то поддержать и отправлять, естественно, эти грузы в другие регионы, где уже размещены беженцы. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.